Двигайся вместе с PlayStation Move У посетителей одного из вокзалов Лондона появилась возможность сыграть в знаменитого Марио с помощью самого большого в мире геймпада. О том, чья это шутка и чем еще удивила нас индустрия видеоигр за прошедшие 7 дней, расскажем прямо сейчас. Махину 3,5 на 1,5 метра соорудил британец Бен Аллен при поддержке двух друзей из Голландии. Авторов их творения, увеличенный в 30 раз игровой контроллер от приставки NES, известный в России под маркой Dendy, чествует новое издание игровых рекордов Гиннесса. К началу продаж этой необычной книги и была приурочена лондонская акция. В виртуальных мирах рекорды переписываются часто и редакторы пятой по счету Gamer's Edition без дела не сидят. За минувший год они официально зарегистрировали 748 новых достижений. Со страницы здания можно в частности узнать, что самый длинный массовый игровой марафон провела группа датских геймеров. И смыкая глаз целых 50 часов, они проходили вестерн Red Dead Redemption. Что самая популярная страница в Facebook принадлежит убийце офисной скуки Farmville. Ее лайкают даже чаще, чем личные странички Джастина Бибера и Леди Гаги. Или убедиться, что лавры самого раскупаемого автосимулятора принадлежат нереалистичной Need for Speed. А нарочито мультяшному Mario Kart для консоли Nintendo Wii. В мире уже продано свыше 23 миллионов копий этой игры. В канадском Ванкувере завершился форум Game Design Expo. Ежегодный слет игроделов по обмену опытом создания увлекательных и коммерчески успешных игр. Секретами мастерства с коллегами поделились авторы самой красивой игры прошлого года. The Elder Scrolls V Skyrim. И самый дорогой, онлайновой космооперы Star Wars The Old Republic. Чья разработка, по последним данным, обошлась в 200 миллионов долларов. Традиционный аншлаг случился в секции мобильной игры. Многие студии недооценивают важность игровых звуков. Обязательно сделайте их уникальными. Когда мы задумывали Angry Birds, то сразу решили, что ее звуковое сопровождение должно быть слегка безбашенным. Поэтому однажды вечером мы всей командой взяли пиво, заперлись в студии и как следует подурачились на микрофон. Так что знайте, крики, с которыми летает и падает красная птичка, принадлежат мне. Вездесущие Angry Birds продолжают свою экспансию. Очередное дополнение к игре, посвященное китайскому Новому году, уже бьет рекорды популярности на карманных платформах. А вскоре подогреть интерес к птичкам возьмется суперзвезда Kanye West. Известный американский рэп-исполнитель провел переговоры с разработчиками, по итогам которых наказал журналистам ждать от него интересных анонсов. Завязать дружбу с игровой индустрией Уэста, по-видимому, вдохновил коллега и главный конкурент жанре Jay-Z, полгода назад написавший заглавную песню командному шутеру Battlefield 3. Шоу-бизнес, похоже, открыл в играх золотую жилу. Но неделе также стало известно, что издательство Electronic Arts и поп-дива Кэти Перри подписали аппетитный контракт. Согласно нему, Перри становится лицом серии The Sims. Уже в марте певица предстанет в цифровом образе в игре The Sims 3 – шоу-бизнес. В коллекционной коробке найдутся эксклюзивные наряды Кэти и ее сценический реквизит. Увы, виртуальные. А также постер. Вот он настоящий. В последней декаде января открылся новый киберспортивный сезон. В течение четырех дней Киев Киберспорт-арена принимала европейский этап мировой лиги Extreme Masters, на которой съехались лучшие электронные бойцы со всего света. В спорте и в киберспорте как таковом нельзя оставаться на том же уровне. Ты должен постоянно совершенствоваться, анализировать свои ошибки и какие-то новые тенденции в стилях игры, в стратегии, в тактических приемах. Все это втягивать, впитывать, пробовать. Без малого 100 тысяч долларов призового фонда и бешеная поддержка зрителей гнали украинских и российских прогеймеров к победе. В итоге в копилке СНГ оказались пять из девяти возможных наград. Любимцы местной публики Нави стали триумфаторами в Counter-Strike. Столичная пятерка Moscow Five выиграла золото в командной стратегии League of Legends. А украинские солисты Дмитрий Филипчук и Михаил Гайда дали отпор профессионалам Старкрафта из Южной Кореи, заняв в итоге второе и третье место. Здесь, в Киеве, мы побили собственное достижение по количеству зрителей интернет-трансляций. Матчи одновременно смотрели 250 тысяч человек. Организаторы чемпионата отнеслись к своей аудитории с особым вниманием и провели трансляцию сразу на пяти языках. Английском, русском, немецком, французском и польском. Двигайся вместе с PlayStation Move. Главные испытания у сильнейших участников киевского турнира впереди. Через два месяца в Ганновере пройдут всемирные финалы лиги Extreme Masters, где определятся лучшие кибератлеты современности.